Добрый день! Хочу сегодня ответить еще на один вопрос. Вопрос звучит так. Сергей Сиваков спрашивает. Добрый день! Вы знаете, что есть в церкви овцы, козлы и волки. Вот хочу вас спросить, как козлу стать овцой, а овце козлом и волку овцой? Конечно, очень сложно отвечать на вопрос, который в таком аллегорическом смысле задан. Я понимаю, что речь идет о людях в церкви, которые не согласны с политикой пастыря, они бунтуют. И вот таких людей мы называем козлами. Овцы – это покорные люди, которые слушают голос пастыря. Ну, а волки – это те, которые целенаправленно вошли в церковь для того, чтобы ее разрушить. Я знаю, что у козлов есть шанс. Волки же – это люди, которые используемы чисто дьяволом, бесами для разрушения церкви. Поэтому к людям, которых вы считаете козлами, к ним нужны строгие дисциплинарные меры. И если они подчиняются этим дисциплинарным мерам, они готовы слушаться, они готовы принимать увещевание, они готовы смиряться. И вы видите, что такая работа с такими людьми возможна. Я думаю, что они при определенных обстоятельствах могут превратиться в добрых божьих овец, которые будут слушать голос пастыря и следовать за пастырем. Если же мы говорим о волках, это человек, который целенаправленно призван дьяволом разрушить такую церковь, разрушить ваше служение. Дорогие мои, с этими людьми надо быть очень строгими, жесткими. С ними нужно бороться, вплоть до того, что их просто удалять из церкви, отлучать из церкви, потому что волк не щадит стада. И, конечно же, все эти вопросы, они возникают рано или поздно в жизни пастыря. Но самое главное, чтобы вы не объявили вот такую травлю, и в каждом человеке старались увидеть козла или волка. Все мы, люди, имеем ошибки, все мы склонны к изменениям, все мы склонны к каким-то неправильным поступкам. Поэтому будьте добрым пастырем и старайтесь с любовью, словом, учением пытаться вразумить всякого человека. Я верю, что наш труд пастырский, он не тщетен перед Богом. И очень часто люди приходят в церковь одни, а через несколько лет они совершенно уже другие. И это и есть наша с вами работа пастыря. Я не думаю, что надо стараться давать кому-то клички и говорить, этот козел, этот волк. Я думаю, просто надо любить всех людей и верить в каждого из них, и давать каждому из них шанс для изменения. Пусть Бог вас благословит. Молюсь за ваше терпение. Аминь.